Привет, это ежедневная программа о пропаганде StopFake. Меня зовут Руслан Деньченко. Ситуация с ковидом в стране опять стремительно ухудшается. Ежедневно растет число заболевших, все больше проводится госпитализация. Ежедневно фиксируются рекорды летальных исходов от коронавируса. Во многих городах власти объявили локдаун, по возможности переводят людей на работу из дому, закрыли рестораны и магазины, ограничили работу транспорта. Вакцинация началась, но проходит, мягко говоря, ни шатка ни валка. Вакцин пока завезли очень мало. Даже теми, которые закупили и доставили в поликлиники, много людей не спешат прививаться. По разным причинам. Кто-то считает вакцины неэффективными, кто-то опасается побочных эффектов. Много людей в плену всевозможных мифов, услышанных от знакомых или прочитанных в соцсетях или мессенджерах. Сегодня мы решили поговорить о вакцинах и вакцинации. Основные заблуждения и расхожие предрассудки. Вы удивитесь, но тема вакцинации украинцев от ковид стала чуть ли не главной на российских пропагандистских ток-шоу. Ее часами обсуждают в эфирах всевозможные псевдоэксперты, журналисты, политики, политологи. Любой информационный повод кремлевская пропаганда используют для того, чтобы снова и снова вдалбливать зрителям в головы одно и то же. Западные вакцины плохие, некачественные, только российские эффективны и безопасны. ЕС и Штаты бросили Украину на произвол и не оказывает Киеву помощи в приобретении вакцины, которую предлагает Кремль. Например, 23 марта в Одесской области умерла военный медик. Буквально через пару дней после вакцинации. Об этой истории у нас очень много говорили. Сюжеты были на практически всех украинских телеканалах. Очень быстро установили причину смерти. Она не связана с вакцинацией. Украинские масс-медиа об этом сообщили. Но российские СМИ, как вы очевидно подозревали, много рассказывали о смерти военного медика после вакцинации, забывая упомянуть отсутствие причинно-следственной связи. Вот послушайте, с каким драматизмом в голосе пропагандисты ежедневно рассказывают о британско-шведской вакцине AstraZeneca. Я напомню, что именно эту вакцину, произведенную в Индии по лицензии, закупила Украину. А давайте на секунду вернемся в декабрь минувшего года, когда производители AstraZeneca и российской вакцины Sputnik подписали меморандум о сотрудничестве. Вся прокремлевская пресса рассказывала об этом с нескрываемым восторгом. Даже Путин похвалил это партнерство. Рад приветствовать вас и поздравить, поздравить со значительным событием подписанием меморандума о сотрудничестве. Что же сейчас Скобеевы и Поповы об этом меморандуме не вспоминают, а поливают AstraZeneca грязью? А вспомни, как в начале февраля российские СМИ просто из штанов выпрыгивали, взахлеб рассказывая, что о российской вакцине написали в авторитетном международном издании Lancet. Эффективно и безопасно сегодня в одном из авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний российской вакцины Sputnik V. Важный шаг на пути международного признания – новая публикация в журнале Lancet. Сегодня там обнародовали результаты третьей фазы клинических испытаний, эффективность свыше 90%, на что обращают внимание эксперты. Перед самой статьей предисловие редакторов. Они признают, что Sputnik V работает, научно доказано. Это то, чего все ждали. Так, на публикацию об эффективности российской вакцины от коронавируса Sputnik V в авторитетном международном журнале Lancet отреагировали в Норвегии. В журнале Lancet действительно появилась эта публикация. И там на самом деле опубликованы результаты исследований российской вакцины. В целом, как говорится в статье, Sputnik V показал эффективность и безопасность. Но мы обратили внимание на такой факт. Ни один из российских телеканалов не стал в новостях даже упоминать, что оказывается, во время испытаний Sputnik V умерли четверо людей и скончались они от коронавируса. Об этом говорится в статье. Да, смерти, как установили исследователи, не связаны непосредственно с вакцинацией Sputnik V. Просто на момент заболевания у людей еще не успел выработаться иммунитет к болезни. Помните историю с главным санврачом Украины Виктором Лешко? Он заразился коронавирусом через несколько дней после вакцинации. Причем по той же причине Лешко заразился ковидом до того момента, как его организм успел выработать иммунитет. Но об этом случае российское телевидение рассказывало в подробностях, опять-таки намекая, что, мол, Украина закупила некачественную вакцину. В общем, выводы такие. Не слушайте пропагандистов, не верьте псевдоэкспертам из интернета и мессенджеров. Вакцинироваться нужно, как только появится возможность. Закупаемые вакцины прошли испытания, они защищают от ковид особенно тяжелых форм. И главное, нет никаких данных об опасности закупаемых Украиной препаратов. Это была программа StopFake. Больше новостей, обзоров и аналитики на нашем сайте stopfake.org. Подписывайтесь на наши каналы в YouTube, Facebook и Twitter. Не забывайте присылать нам на проверку подозрительную информацию, которую увидите по телевизору или прочтете в интернете. Я, Руслан Дениченко, прощаюсь с вами до следующей недели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok